Мария Сергеевна Симченко Мария Сергеевна в полной мере ощутила все тяготы и ужасы войны. Медицинской сестрой прошла по военным дорогам Кавказа от Пятигорско-Кисловодско-Армавира до Чечни. В октябре 1944 года была ранена. Ее комиссовали. Вернулась домой на родную Кубань. Работала в больнице станицы Старо-Нижестеблиевской, а с победного мая 1945 года в селе Гришковском фельдшерско-акушерском пункте. Награждена орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне всеми юбилейными медалями. В настоящее время проживает в нашей станице Калининской. Денисов Петр Александрович, ветеран Великой Отечественной войны. Родился 7 апреля 1926 года. В апреле 1943 года был призван из запаса на военную службу. Принимал участие в боевых действиях в Белоруссии, Венгрии, Германии и Японии. Награжден медалями за победу над Германией, за победу над Японией, за освобождение Будапешта юбилейными медалями. После войны работал ассиминатором в колхозе станицы Новорождественской Тихорецкого района. Уйдя на заслуженный отдых, переехал в станицу Калининскую к дочери. Жители станицы, представители общественных организаций, представители руководящих органов не забывают ветерана, поздравляют с праздниками и организуют чествование на дому. Виталий Павлович Попков. Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда, гордость станицы Калининской и Калининского района. Родился 9 мая 1925 года в станице Поповической, ныне Калининской, многодетной семье, девятым ребенком. В 1942 году был призван Кагановическим военкоматом на фронт. Юность, опаленная войной, так можно сказать о Виталии Павловиче. Окончил офицерские курсы, получил звание лейтенанта, воевал на Малой земле в Новороссийске, освобождал Кубань, Кавказ, участвовал в боях под Прохоровкой, на Курской дуге. За боевые заслуги награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны первой степени, медалью за оборону Кавказа и многими другими наградами. После войны окончил педагогический институт и много лет проработал учителем физики в Калининской средней школе номер один. Виталий Павлович – почетный гражданин Калининского района. Его имя внесено в историю Калининского района как боевое имя Кубани. Милушкиной Раисе Ивановне в этом году исполнилось 99 лет. Нелегкий жизненный путь прошла эта женщина. В 10 лет осталась сиротой. Вся семья умерла в голодные годы. Из детского дома ее забрал родной дядя. Девочка пасла птицу, стирала, убирала, нянчила братишек и сестричек и мечтала о радостной и счастливой жизни. Но началась Великая Отечественная война. Вместе с другими девчатами и женщинами участвовала в строительстве оборонительных сооружений. Пережила Раиса Ивановна и оккупацию нашей станицы. В 1943 году пришли советские солдаты, освободили станицу и рая пошла в механизаторы. 10 лет работала на тракторе и комбайне в МТС. Когда вышла замуж, перешла работать поваром в столовую станицы. На пенсию ходила из станичной сберкассы. За добросовестный труд Раиса Ивановна награждена почетными грамотами и медалями. Сегодня Раиса Ивановна окражена заботой и вниманием дочерей, внуков и правнуков.